Здравствуйте, уважаемые телезрители! На телеканале ИХ-24 программа «Полезный день» в студии Владимир Илларионов. Продолжаем экскурс в бардовскую песню «Севастополя». Вовсе не обязательно, что бард поет только свои песни. Вспомните, кто такие барды. Главное, чтобы люди их с удовольствием слушали. У нас сегодня в студии Сергей Шишкин, один из родоначальников Севастопольского клуба струнной поэзии. Я больше люблю клубоавторской песни «Ахтяр». Хотя сам не всегда являюсь автором. Да, конечно. Но на самом деле не совсем так. Человек, когда начинает петь песни, он становится автором. Соавтором. Да нет, уже автором. Это уже его становится песня. Я и говорю иногда на концерте, что музыка и слова Висбора – песня моя. То есть я уже автор, я уже свое что-то туда вношу. Множество бардовских песен в свое время потеряли своих авторов, стали народными. И музыка народная, и слова народные. И только специалисты, которые специально изучают этот вопрос или в нем хорошо сведущи, они знают, что это песня. Юлий Черсаныч Ким, который даже после кинофильма «Бумбараж», когда ему звонили, он поднимал трубку и говорил, народ слушает. Итак, можно отчитаться о прошедшем мероприятии. Вечер поэзии Булата Акуджавы. Да, вечер песен Булата Акуджавы. Даже не хочется называть это мероприятием, таким вот казенным словом, потому что это целое событие, как для меня и, как оказалось, и для города. Потому что тысячный зал Дома офицеров был заполнен до отказа ни одного свободного места. И, к сожалению, еще человек 300-500, наверное, не смогло попасть в этот зал. Вот, я думаю, что на этот концерт встречу не только имя Булата Акуджавыча, которому в этом году 9 мая исполнилось 95 лет, собрало. Ну и, конечно же, присутствие актеров наших великих, Николая Бурляева, Аристарха Ливанова, Сергея Махевикова. Тут у нас гости из Сербии, ой, ну да, была Ивана Жиган, режиссер, актриса замечательная, общественный деятель, председатель сербско-русской дружбы, сербско-российского дружбы, общества. Вот, они пели у нас в концерте, все совпало с «Золотым витязем» кинофорумом. Было очень душевно по отзывам, очень хорошо. Я предлагаю начать тогда сегодняшнюю нашу беседу с песней Акуджавы, точнее, песней Шишкина на музыку слова Акуджавы. Я думаю, что логично как раз песню, которую все знают и все любят. И сейчас у экранов могут подпевать. Виноградную косточку в теплую землю зарою, И лозу поцелуи с пилой гроздья сорву, И друзей созову на любовь в свое сердце настрою, А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя дали, В черно-белом своем преклоню перед нею главу. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали, А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат по углам залетая, Пусть опять и опять предо мной проплывут наяву, Белый буйвол и синий орел и форель золотая, А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат по углам залетая, Пусть опять и опять предо мной проплывут наяву, Белый буйвол и синий орел и форель золотая, А иначе зачем на земле этой вечной живу? Чем объяснить феномен Булата Акуджавы? Ведь в зале, в Доме офицеров были не только люди среднего возраста, но и молодежь, те, которые не могли слушать Акуджаву на магнитофонных катушечных пленках. Те, которые не могли видеть пластинки, написанные на костях. Ну, я скажу, что, конечно же, в зале 90% было людей, тех, которые выросли с песнями Акуджавы, на песнях Акуджавы. Люди приезжали из сел там, ну, с разных концов города. Молодежи было немного. Ну, может, недостаточной информативности или направленность приглашений. Ну, кто первый успел за билетом прийти, это люди, которые всегда знали Акуджаву и любили его песни. Вот они успели взять билеты и войти в зал. Ну, это эпоха, это какая-то фотография слепок советского общества второй половины 20 века. И с уходом Акуджавы, конечно, этот слепок остался вот в песнях, в стихах, в музыке. Ну, Акуджава как раз занимал такую вот нишу душевную, что ли. Если Владимир Семенович, он описывал общество и был такой немного протестный. Акуджава, когда хочется чего-то тихого и душевного, тихого разговора один на один, глаза в глаза, какие-то струны тонкие он задевает. Ну, даже если не все песни Акуджавы были тихими, то даже громкие его песни трогали души до самой глубины. Конечно же, это десятый наш десантный батальон, чего стоит, конечно, песня. Сергей, давай дальше по порядку. У нас много авторских произведений, которые должны сегодня произвучать. Ну, мы должны, наверное, сказать о том, что авторская песня – это не только два аккорда, на которых учатся. Допустим, на песне Акуджавы про бумажного солдатика «Один солдат на свете жил, красивый и отважный». Или песни «У костра, которые пели там лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой». Но и более сложная, то есть современная авторская песня, она вобрала в себя музыкально все жанры – джаз, рок-н-ролл, басановы. Вот все, что в музыке существует, авторская песня в себя вобрала, потому что в ней, ну, для меня и принято так считать, что в первую очередь стихи главенствуют. Во вторую очередь это музыка, которая поддерживает эти стихи и подчеркивает Луферов, Виктор Луферов, замечательный бард, он говорил, что стихотворение в музыку должно быть погружено, как косточка в мякоть плода. Ну, вот, к примеру, совсем нетрадиционная бардовская песня – это вот песня Сергея Коношенко на стихи Сергея Купеева. Называется она «Последний блюз». Темная лошадка Покер на барабане Жизнь – это дождь, шарманка Замысловатый танец Если ты хочешь жить По закону большого квадрата Нужно себя сжечь Как мост Или корабль Лето Холодное лето Мокрые эстакады Голые флажолеты Небольшого квадрата Мы натянули струны Ливня на контрабас Новый Джордана Бруно Лупит последний джаз Лисами лают саксы Бонги за ближним лесом Трубач умирает от ласки Сплава меди с железом Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю Зеркальное озеро Бочки Новостройки аккордов Жизнь стала короче Смерть сорвала горло Темная лошадка Покер на барабане Жизнь это дождь, шарманка Замысловатый танец Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю Если ты хочешь жить По закону большого квадрата Нужно себя сжечь Как мост или корабль Один из виртуозов севастопольской бартовской песни В конце 70-х годов Александр Губанов Достаточно смело Экспериментировал с различными музыкальными жанрами Укладывая свои стихи В необычные стили Да, он писал свою музыку Он аккомпанировал себе И на флейке, и на цапилке, и на гитаре И на губной гармошке Все это достаточно интересно сочеталось И, насколько я помню, рок-н-ролл У него была одна из песенов Да, крымский рок-н-ролл Была такая песня, которую мы пели И продолжаем петь Даже дети знают Крым Чудо Крым для всех открыт Кто лыжного стрел в волнах Поплескаться И где-то давка в городах Набиты туго поезда Все сюда Запылился ты, друг мой В черном море тело мой Но не неси суда с собой Ты помой Здоровье важно для страны Заполучить его сполна Все должны Видно солнышко вина Что тут океан вина Но ты товарищ для труда Копи силы Крыма скалы Марина с Ваней были тут И Миша с Раей были тут Запакостив окрестную красоту Как над солнцем В лето теплые деньки Слетаются в уютный Крым Человеки Гудит гостей густой поток Но светит даже сквозь загар Кто есть кто Отлично Сергей, фотографии на столе Несколько комментариев Что это? Ой, фотографии Покажем телезрителям Да, это моя любимая фотография Начало Мое вступление в авторскую песню Когда я еще пел песни дворовые Первый курс института Я пришел в клуб авторской песни Ахтиар Вот И Был замечательный у нас Коллектив Который и сейчас существует Вот Это вот прям фотография Которая вошла в книжку Губанова На 30-летие Посвященную 30-летию клуба И проходили тогда Вот у нас замечательный фестиваль В 80-х годах Вот был фестиваль областной Обком комсомола Нас поддерживал Вот фотография Сохранилась из того времени В Херсонесе В Херсонесе мы, да Вот Делали часть концертов Вот Ну и Это просто семейная С любимой женой С любимой старшей дочерью Стадии взросления Стадии взросления Да Авторской песни Вот Ну и практически одно лицо Сегодня Вот То есть вот путь Такой небольшой Пройден небольшой путь Одна большая песня Одна большая песня Сергей Начало июня Ознаменуется Вертейским фестивалем На Четтердаге Да, по-моему 30-й фестиваль Будет С 1-го по С 31-го по 2-е июня На Севастопольской Бартафиши Есть информация Про этот фестиваль Это Как всегда Песни у костра Песни В мраморной пещере Ну Если кто-то хочет Попасть туда Должен Зайти На сайт Севастопольская Бартафиша Прочитать Сделать заявочку Пошли дальше По списку Наших авторов Точнее Соавторов Соавторов Ну Я бы хотел сказать Немножечко Наверное Не к песне А обратиться К нашей молодежи Вот Наши концерты Проходят Вот я На концерте Куджава Постарался Чтоб в концерте Участвовал И восьмилетний Лев Калинский У нас участвовал И девятиклассник У нас Участвовал Совершенно замечательный Ярослав Кузнецов Который пел Куджаву А в основном Все Наши исполнители Это Пятьдесят Плюс Мне бы хотелось Чтобы Наш город Узнал Что у нас Молодежь Пишет Поет Песни Когда я Хожу по Набережной Приморского То я вижу Часто с гитарой Я спрашиваю Ребята Они Говорят Мы сочиняем Да Мы любим Эти песни Так вот Я пытаюсь Провести Такой вот Длительный Конкурс Что ли Чтобы узнать Кто чем Занимается Поэтому На сайте Барта Фиши Пожалуйста Регистрируйтесь Говорите Присылайте Свои произведения Мы Вас пригласим Послушаем И весь город Вас потом услышит Это Весь год Идет Вот Так что Я вот Хочу Чтобы Нашу Молодежь Услышали Которая Поет Песни Свои А Говорят Что Авторская Песня Это все Умерла Устарела Что только Старики Вот и Помнят И поют Нет Проходят Замечательности Юношеские Фестивали Есть Зимородок В Сарове На который Приезжает До 500 Молодых Людей В возрасте 12 лет До 25 И В Сергиевом Посаде Такой же Большой Фестиваль Проходит Так что Авторская Песня Живет Развивается Не надо Ее Хранить Вот И в нашем Городе Кстати Есть Замечательный Замечательный Человек Елена Викторовна Гаврилко Которая С детьми Занимается Учит играть На гитаре Учит С ними Вардов Акуджаву Высоцкого И так далее Ландсберга Ну что ж Да Вот про что я хотел Обязательно сказать Что В нашем Городе Существует Такой проект Который Который Сделал Джон Барулин Он Называется Проект Читаю Стихи Он Уже Прошел Больше 15 Раз На Малой Сцене В этом В этом формате То есть он написал Стехотворение А я неожиданно для него написал песню Вот и я ее сейчас и покажу Словно папа в митре В город входит печень Сколько граммов в литре Знает моя печень Бродят словно блинки По стралу души Сколько нот в музыке Знают только уши При холодном ветре Уживен дороги Сколько в километре метров Знают ноги Я как тот невежда Чьи признания Грубы Что такое нежность Распознают губы Сколько мне осталось Если жизнь Прогоркла Градусов Шершавость Пробирает горло И ведет к неволе Всех желаний дверца Сколько во мне горя Знает твое сердце И ведет к неволе Всех желаний дверца Сколько во мне горя Знает твое сердце Сколько во мне горя Знает твое сердце Задушевно Да Ну вот сложилось Я не пишу песен И за все эти Господи Сколько там Больше 35 лет Занятия авторской песни Там 2-3 песни На чужие стихи Ну вот А каково отношение У барда-исполнителя Когда вдруг Зал начинает Ему подпевать Больно знакомая песня И заглушает даже его голос Он себя не слышит Зал поет громче Да это всегда Большое удовольствие Это же энергетика Это же вот обмен Если Такая волна Существует Кстати на концерте Булата Шалай Шакуджава Мы завершали Давайте восклицать И весь зал Подпевал Стоял Аплодировал Хотел еще песен Вот И конечно же 10-й наш десантный батальон Они пели вместе с Маховиковым Вместе С Владимиром Владимировичем Пискайкиным С которым Кстати мы организовывали Этот концерт Они пели Сентиментальный Марш надежды Я вернулся Когда Вот Кстати вот концерт У нас Три Организатора Этого Вот Чуть не сказал Мероприятия Сергей Да Раскратишься Давайте еще порадуем Телезрителей Хотя бы Песни одного из Севастопольских авторов Из Севастопольских авторов А А давайте Вот Губанов пел Наверняка Говорил о своей песенке А мы ее опять споем Севастопольских авторов Севастопольских авторов Двадцатилетнего счастливца Двадцатилетнего счастливца Двадцатилетнего счастливца Севастопольских авторов Севастопольских авторов Двадцатилетний счастливца Ещё немножко, но для сведения пока Её порвётся босоножка по пиросным ларькам. Кладёт акация на плечи Ладони колкие свои, Лишь севастопольские встречи Воспоминания призови. Средь перекрашенных скамеек Не крутят старое кино, И за одиннадцать копеек Уже не купишь эскимо. Средь перекрашенных скамеек Не крутят старое кино, И за одиннадцать копеек Купи, попробуй эскимо. Спасибо. Значит получается какая-то даже тенденция определенная. Когда выступал Владимир Губанов, мы не успели в эфире исполнить эту песню про эскимо. И вот передача. Теперь эскимо исполнена. Хотелось бы сделать анонс. Пользуясь случаем, хотел передать привет. Показываем афишку. Уже на Доме офицеров висит эта замечательная афиша. Театр Камбуровой. Любимая актриса, певица Елены Камбуровой, Елена Фролова в нашем городе. Большое счастье. Большой концерт будет сборной, в котором будем участвовать и мы. Я, Шипилин из Ялты два замечательных автора. Костя Вихляев и Игорь Семенов. Будут Сергей Джигурда, старший брат Никиты, актер замечательный, и его жена Людмила Джигурда Татарова. Приходите обязательно. Приходите. Ну что, Сергей, благодарю. Я думаю, что все получилось. И телезрители, и любители бардовской песни прониклись, придут на концерт и будут посещать Барда Фишу. Да, я надеюсь. Спасибо. Уважаемые телезрители, на этом наша программа завершена. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok